Свой предпринимательский путь Юлия Носенкова начала еще в 2009 году. Именно тогда она основала компанию Гермес. Изначально производилась только продажа упаковочной пленки. Бизнес пошел в гору, спрос на товар оказался высоким, поэтому на горизонте появилась новая возможность. Изучив подробнее все основы по изготовлению материала, было принято решение запустить собственную продукцию. В 2017 году мы решили открыть свое производство и привезли первое оборудование, с чего начался наш старт производственного процесса. Сам процесс изготовления пленки интересен тем, что имеет несколько этапов. Сперва в экструдер попадают гранулы со специальным составом, где они расплавляются. После этого материал переходит на барабан. Через него циркулирует охлажденная жидкость, которая кристаллизует пленку. Появляется новое полотно. Оно отправляется на узел резки. За оригинальную рецептуру товара отвечает коммерческий директор компании Алексей Лепесей. И самый последний этап – это намоточный узел. Согласно запросу клиента выставляется требуемая толщина, требуемый метраж, за счет чего получается нужный вес ролика. Полезный и успешный проект не остался незамеченным. Спустя пять лет Гермес получил значимую областную поддержку – субсидию. Благодаря ей удалось приобрести гидравлические тележки – незаменимый аппарат для передвижения тяжелых предметов. Он электрический. Это исключает применение физической силы. В самом деле справиться с такой тележкой легче простого. Достаточно одного нажатия и уже все готово. Кроме того, областная мера поддержки помогла заменить оборудование на новое, с более высокотехнологичными опциями. В том числе были приобретены новые автоматические перемотчики пленки, которые позволили облегчить работу оператора. Данное оборудование позволяет контролировать вес каждого рулона, тем самым избегать недопониманий с клиентами. Экологичность производства – один из важных пунктов для каждого предприятия. Алексей и Юля к вопросу безопасности окружающей среды подходят очень ответственно. Наша производство является полностью безотходным. Все, что попадает на производство, начиная от мешков из-под гранулы, перерабатывается и используется повторно. Поэтому мусора и отходов у нас как такового нет. Промышленная деятельность – одна из самых необходимых сфер для развития нашего городского округа. Ознакомиться с мерами поддержки предприниматели могут на сайте администрации Мытищ и правительства Московской области. Лала Керимова, Александр Соломкин, Первый Мытищинский.